Друзья мои, снова добрый вечер. Сегодня у нас два эфира. Первый эфир мы только что провели, и второй эфир с Радиславом Гандапасом. Это один из самых крутых, самых дорогих бизнес-тренеров СНГ России. И сейчас поговорим о том, как управлять деньгами, как управлять временем. У Радислава очень крутые есть методики. Особенно мне нравится методика, называется армейская, по-моему, называется методика. В общем, ждем Радислава в эфире. Радислав Гандапас. Радислав, добрый вечер. Добрый вечер. Вы в белом, я в черном. Нет, я в голубом. А, в голубом. Просто такой свет, что нормально. Как проходит ваш карантин? Вы знаете, никогда так много не работал, мне кажется, за всю жизнь. Вот у меня тоже такое ощущение. Я услышал, вы рассказывали о методе «Перезови себя в армию», о котором я делюсь. Да, я обожаю вот этот метод и никак не могу забыть, я была как-то на вашем тренинге, где вы рассказывали, как вы переехали в Москву, и вы просто два или три года во всем себе отказывали, ограничивали и просто методично добивались цели. Да. Так получилось, что мы с вами встречаемся в такое время, но что делать. Всем привет, кто нас видит и слышит. Я вижу 537 человек, приличная аудитория, но будет за тысячу, я уверен, у вас больше миллиона подписчиков, как я знаю. Так что, конечно, за тысячу перевалит, сейчас через пару минут буквально. Всем привет, но что делать? Жизнь не обходится без кризисов. Иногда они прилетают внезапно, иногда их можно предвидеть, но мы должны быть готовы, максимально готовы. Кризис не обходится без потерь, кризис не обходится без стресса. И тут возникает вопрос, как минимизировать потери, как минимизировать стресс. Но тема нашего эфира другая, как вы уже анонсировали. Я переношу карантин, вы знаете, у меня лайт-версия. Почему? Сейчас я говорю с вами из офиса. Мой офис находится в шаговой доступности от дома. И я могу, ну, до офиса я дохожу пешком за две с половиной песни, доезжаю на машине за полпесни. Нет, то есть вы все-таки ходите в офис, да? Разве нельзя из дома заниматься на удаленке? Или вам все-таки комфортнее? У меня четверо детей, как вы себе это представляете? Но вот, представьте, час прямого эфира. За этот час 16 раз подошли бы дети с каким-то вопросом и так далее. Причем, там, дети, у папы прямой эфир, не входить. Это не работает. Они кивают, они говорят, да-да-да. Ну, из них два дошкольника. Один, дочери девики. Старшему 18, он понимает, но тем не менее. Совершенно верно. Даже дело не в том, что они могут отвлечь. А дома другой настрой, другая концентрация. И, ну, не знаю, лично... То есть вы не работаете из дома, все-таки ваш карантин проходит у вас на работе, да? До часу, до 12 до часу я дома. Это спорт, семья. Спорт каждый день. Это важный фактор поддержания психологической формы. После этого перемещаюсь в офис и работаю здесь, ну, в среднем до 10 часов вечера. Каждый день. Сап, расскажите нам вот эту историю, да? В каком году вы переехали в Москву? В 2001. В 2001 году. Из какого города? Из Одессы. Из Одессы. Ох, Одесса. Да-да-да. Переехали в Москву без жены тогда, да? Или еще вы не были женатами? Я был свободный, и это очень... это... в тот момент это выступило фактором упрощающим задачи. Легче быстро прорываться к успеху в одиночку, но пользоваться успехом лучше в команде. Ну, с семьей, с друзьями и прочим. Легче в одиночку. Но дело другое, что в чем-то легче, в чем-то сложнее. Легче в том, что быстрее. Быстрых целей достигать в одиночку легче. Стабильных целей легче, когда есть смысл. А семье придает смысл этому. Поэтому здесь нельзя сравнивать, кому лучше к успеху, как... Но видите ли, какая вещь. Я переехал в Москву, и я резко упал в качестве жизни. Я так бедно никогда не жил. Потому что деньги, которые я зарабатывал в Одессе, это были деньги приличные. Я, ну, в городе неплохо себя чувствовал. В Москве этих денег на неделю не хватит. Я когда снимал квартиру, я не мог понять, это за месяц или за всю квартиру. Сколько просят. Это было совершенно, ну, непредставимое. Кратный рост расходной части и снижение качества жизни. Потому что жить приходилось на окраине города, ездить на метро. Ну, зимой это грязь. Ну, в общем, мужчины же, они всегда добиваются успеха через трудности, да? Вот когда именно, когда у тебя все есть, когда ты родился с золотой ложкой, да, во рту, что добиваться, там, куда-то ехать, там, проходить какие-то трудности. Вы приехали, то есть, и за то, за три года, я знаю, да, вы достигли нереальных результатов. Ну, нереальных-то побольше, чем через три года. Ну, выглядело все таким образом. Я приехал, осмотрелся. Ну, я сказал себе, что два года я запрещаю себе ездить домой. Тогда слово «домой» имелось в виду «одесса». Я себе запрещаю, я призываю себя. Вот я в армии служил два года. Меня призвали, я же не мог сказать, так, сгоняю на выходные домой. Это же было невозможно. Я поэтому решил, что два года под запретом. Почему? Некоторые мои друзья и коллеги жили как бы на два города. Они гоняли туда-сюда, каждые выходные и так далее, и толком не там, не там. Понимаете? И все время мамин борщ, друзья, такое ощущение комфортности. А мне было нужно оказаться в зоне выживания. Когда вы в режиме выживания, это такая колоссальная энергетика, ну, разнонаправленная, правда, на стрессе во многом замешанная. Но, тем не менее, нужно оказаться в режиме выживания. У меня не было здесь, ну, ни родственников, ни прям, ну, приятели всякие были, но прям таких вот друзей. Денег какой-то амортизации нет, я не приехал с запасом на полгода. И задача была такая, заработаешь в этом месяце на еду и жилье, будешь жить и есть. Не заработаешь на то и другое. Значит, жилье будет, еды не будет. И у меня были ситуации, когда я там неделю жил на... Ну, сейчас даже не поверят, если назову сумму, на которую я жил неделю. Ну, на какую сумму? Ну, 200 рублей. Мне нужно было таким-то образом ими распорядиться, чтобы питаться каждый день. И оказалось, вы знаете, что себестоимость кастрюлю борща, например, 100 рублей, если бы готовить самому, и постный борщ. Себестоимость ничтожная. Пару морковок, свеколка. Я научился готовить себе сам кусок мяса из магазина, обжарить на сковородочке. А сколько вам было тогда лет, Радислав? До сих пор две вещи, которые я умею готовить. Это мясо и борщ, собственно. Это я и готовился. Сколько вам было тогда лет, когда вы переехали из Одессы? Знаете, мне было 33. Я был взрослый мужчина. У меня до этого был свой бизнес, а до бизнеса я был заместителем директора очень уважаемой организации в городе. А почему вы решили такой челлендж себе, вот вызов, да, такой бросить? Почему вы решили все бросить в Одессе и переехать в Москву? Я знаю, что у вас цель же была стать бизнес-тренером крутым. Это правда. Не просто стать бизнес-тренером, а именно крутым. Ну, постребованным, успешным. Было несколько причин на самом деле. К одной причине все не сводится. Буду с вами откровенен. Сначала была череда крахов. У меня были планы, надежды, мечты. И оказалось, что они были основаны в значительной степени на иллюзиях. Я переоценил рынок, переоценил еще другие факторы. И дело не пошло. И оно не просто не пошло. Кончилось крахов. Очевидно, я стремился не к своей цели, не к родной, не нужной мне на самом деле. А цель была другая. Когда я к себе прислушался, не без помощи специалистов, коучей, как сейчас бы их назвали, они мне помогли прояснить мои цели. И, как оказалось, мои глубинные мечты связаны с тем, чтобы обучать людей, выступать со сцены, помогать развитию команд через тренинги, семинары, мастер-классы, выступления на форумах. Все это мне удавалось. Я это любил страшно. Но построить бизнес вокруг этого – это совершенно другого рода задача. Здесь мне не хватало знаний, умений. Стало быстро понятно, что в Одессе нет рынка для меня. То есть я мог, если я куда-то уснулся на работу менеджером, то в выходные я мог бы подрабатывать тренером, имея один-два заказа в месяц. Но это не то, к чему я стремился. Я хотел этим жить, этим дышать. Вначале я попробовал Киев, но стало понятно, что на тот момент там тоже простора недостаточно для того, чтобы заниматься только этим и только этим жить. Я приехал в Москву и, в общем, стало сразу ясно, что этот рынок проглотит и меня, и даже не заметит бульт. И все. И здесь у меня есть… Но при этом вам удалось, Радислав. Ну это вообще… Вот удалось благодаря определенным жертвам, которые… Кстати, этот рассказ, он очень вписывается в тему прямого эфира. Действительно, финансовый вопрос стоял первым и главным. Сориентировавшись в том, что происходит, понимая, когда и сколько я могу зарабатывать в ближайшее время, запретил себе брать долг категорически, запретил себе ездить домой, запретил себе лишние траты и сел на абсолютно солдатский паек в казарме. Однокомнатная квартира, последняя станция метро и еще минут 15 пешком идти. Многие москвичи даже не знают, где находится то место, где я снял квартиру. Это было неразумно. Первое время я потратил на то, чтобы привести ее в жилое состояние. Я что-то оклеил, чистил, красил. То есть я оставил квартиру в лучшем состоянии, чем я ее взял. Сейчас там, наверное, гордятся, что в этой квартире жил Радислав Натапас. Нет, эти люди совершенно не знают и не подозревают даже, кто у них там жил. Кстати, квартира без балкона. Все очень просто, все очень скромно. Повторю, так скромно я никогда не жил в жизни. А сколько времени вы жили в таком армейском режиме? Я себе поставил, и тут принципиально важно, многие люди, когда решают пойти на такую аскезу, они говорят, окей, я достигну цели и тогда я расслаблюсь. Но это ошибка. Почему ошибка? Я сейчас готовлю такой марафон как раз на эту тему. Я там расскажу, почему это ошибка. Подписывайтесь на Инстаграм. Я участвую. Про марафон скажу. Как принять участие? Что сделать? Куда звонить? Подождите. Мы сейчас работаем над технологической частью. Хорошо. Мы уже заинвестировали веб-сайт под этот проект. Друзья, но пока подписываемся на Радислава Гондопаса и ждем марафона. Я буду среди участников. Да, и в шапке профиля ссылка сейчас на вебинар, который я 30 апреля провожу, называется «Лидерские стратегии в турбулентное время». Приглашаю всех. Стоимость участия символическая. Я, честно говоря, не верю в бесплатное обучение, как и в бесплатное лечение. И не только потому, что невозможно обеспечить качество, а потому что отношение к бесплатному все-таки как к ценности ноль примерно. Но даже небольшая оплата. Вы знаете историю Гехланова, который ввел плату за визит к врачу 50 центов в Сингапуре? Медицина была бесплатная, он ввел 50 центов. Резко сократилось. Количество больничных и их продолжительность резко сократились. Почему? Люди стали выполнять рекомендации врачей. Потому что когда бесплатно, они просто ничего не делают. Деньги – это всегда такой хороший тест для человека. То есть он заплатил, прошел обучение. Да, так вот вернемся. Вернемся к вашей молодости, так скажем, квартирке в Подмосковье. К рестарту. Нужно ставить срок календарный, а не до достижения цели. Почему? Цель может измениться. Цель может отдалиться вследствие факторов, на которые вы не влияете. Цель может обесцениться, вам она может перестать нравиться. Нужно ставить конкретную дату. Я отмерил от даты призыва, как бы, ровно два года до условного дембеля. Вот эти два года я домой не езжу. Я не делаю неразумных трат. Я не завожу романов каких-нибудь, потому что это отвлекает. Рассвировка связана с затратами и так далее. Представляете? Но в армии минимум развлечений. Шесть дней в неделю я работаю седьмой. Это уж если, ну, в наряд, значит, в наряд отправят в воскресенье. То есть, если будет какой-то заказ работать в воскресенье, я буду работать. У меня было выходных два месяца в среднем. Отпуска не было как такового, я себе его не давал. Работал я, вот вставал с постели и работал. Представь, а как себя держать в таком режиме? То есть, это нужно же быть еще таким волевым человеком? Спорт, закаливание, режим питания. С алкоголем быть осторожным, потому что алкоголь, к сожалению, ослабляет волю. И поэтому алкоголь, по расписанию это может позвучать странно, неожиданно, но тем не менее, приходилось на это идти. Регулярное питание, здоровое питание, минимальное и так далее. Какие-то разрядки нужны, конечно, какие-то встряски и так далее. Такое тоже бывало. Но еще, мне кажется, заряжает цель, да? Вас же, наверное, наверняка каждый день в таком режиме. Все это посвящено определенной цели. И в это время у меня была задача сформировать финансовый запас. Во-первых, обеспечить приход, сформировать доход. Во-вторых, сформировать запас. Я, как тот скруч Макдак, знаете, уже мог позволить себе большие траты, но жил все равно, себе сам морковку шинковал. Все равно мог пойти в ресторан и шинковал морковку, потому что солдат. Солдат на ректорамы не ходит, солдат питается в столовой, в расположении части и так далее. Конечно, отдушины были командировки, заказы пошли, их становилось все больше. Но я понял одну вещь, никто тебя не будет продвигать никогда. Никакие не продюсеры, никакие компании, никто никогда, как ты сам себя. В моей профессии нужно самому заниматься продвижением, маркетингом, не ждать у моря погоды, заниматься этим постоянно. У меня второе высшее экономическое, я специализировался на маркетинге, поэтому я кое-что в этом соображал. И должен сказать, что успехи последнего десятилетия моей карьеры, они связаны несомненно с профессионализмом. Я отдаю себе отчет в этом. Но успехи первого десятилетия моей карьеры, сейчас ей 20 лет, несомненно, это были маркетинговые усилия. Я знаю людей, которые, когда я пришел на рынок, были известными и успешными тренерами. Прошло 20 лет, они находятся вот в системе координат, они по координате успешность находятся там же, где были. А я стартуя с нуля обошел их очень далеко по этой оси. У них уже был десятилетний опыт. Их профессионализм и мой профессионализм невозможно даже сравнивать. Но маркетинговые усилия, грамотные, позволили догнать и перегнать по степени успешности. И профессионализм тоже пришел в процессе этой игры. Но я думаю, что это еще зависит от того, когда человек идет в ногу со временем. Вы же использовали современные технологии, да? То есть социальные сети, вы в Фейсбуке активны, в Инстаграм. Потом вы не ленились, всегда ездили по всему миру, да? В Астану даже сколько раз приезжали. Кстати, Казахстан был в первый год моей карьеры, я уже приехал в Казахстан. Он был, наверное, из стран ближнего зарубежья, Казахстан-Украина. По-моему, даже в Казахстан был первый выезд за пределы России. Мы любим учиться. Это в Алма-Ату. Казахи любят учиться. Нас хлебом, это дай новую информацию. Я уверен, что если бы население Казахстана было таким же, как население Российской Федерации, то у меня заказов из Казахстана было бы больше, чем из России. Сейчас в моей структуре доходов Казахстан от четверти до третий формирует. Я обучал Генеральную прокуратуру Казахстана, я обучал администрацию города Южноуральска, и там огромное количество было бюджетников, чего в России вообще не бывает. Я обучал правительства Казахстана и лидеров Нуратана. Это к вопросу о том, что в России такие структуры не обучаются ни у меня, ни у моих коллег. К вопросу о том, что казахи любят учиться. Но у вас даже, ваш президент, он как-то меньше в социальных сетях. Наш президент, вот наш новый президент, он там пишет в Твиттер, ведет Инстаграм. У нас пресс-тикретарь в социальных сетях, у нас президент не пользуется компьютером. Он об этом говорил неоднократно. Он не пользуется компьютером, не пользуется интернетом, не пользуется социальными сетями. Это жалко. Да. Ему информацию переносит в папочках, и он их читает и понимает, что происходит в мире. Окей. Давайте вернемся. Армия, два года, вы никаких романов, сухпайок, деньги уже накапливаются, вы уже как скручь монтаж. Это очень громко сказано, накапливаются. Накапливаются, но это не те суммы, не те цифры, но просто они должны быть. Я тогда Киосаки очень активно читал. Я генерировал инвестиционный фонд у себя. У меня была задача сгенерировать инвестиционный фонд, купить работающий бизнес, получать дивиденды с бизнеса, продолжая свою карьеру и практику. Что я, собственно, и сделал в конечном итоге. Как только сумма оказалась достаточной для того, чтобы войти в долю в неком бизнес-проекте, он расширялся, и просто я купил франшизу. Одну, потом вторую, потом третью. Ну, смотрите, Радислав, я до сих пор получаю пассивные доходы от этого бизнеса. Это круто. А, между прочим, прямо перед кризисом я один продал и сделал кэш-аут. Я просто забрал свои деньги, продал его. Это у вас интуиция вам подсказала. Я не представляю, что сейчас делает новый собственник. У него точка безубыточности улетела просто на полгода вперед. Но что делать? Это бизнес. Да. Радислав, вот что касается вот этого подхода, да, такого армейского, да, будь солдатом. Многие, к сожалению, например, вот, например, я вам расскажу про казахстанский бизнес, да, то есть там человек начинает развиваться, там открывает ресторан, деньги пошли. Что начинает человек делать? Гулять, тусить, да, там, я не знаю, залетит в какую-нибудь там неприятную ситуацию, еще что-то. То есть первое, что он покупает машину, квартиру и прочее, то есть он начинает как бы тратить эти деньги. Я скажу больше. Он начинает тратить деньги в расчете на будущие доходы. Он начинает тратить деньги не те, которые заработал, а те, которые он предполагает заработать. И поэтому покупает он, там, не знаю, CLS, купе, AMG, Mercedes, эксклюзивного и какого-нибудь комплектации, не имея на руках свободных, там, 150 тысяч долларов, а берет под этот кредит в надежде, что это 150 тысяч долларов. Почему? В надежде на то, что этот Mercedes, AMG, купе, впечатлит будущего партнера, который принесет еще кэша в его бизнес. Вот сможет. Кстати, иногда это работает. Иногда это срабатывает, но... Что грех отеять? Вот такие мы, эти казаки, богатыри, вот так. Нам нужно на последние деньги сверкающие латы и конь, желательно такой, чтобы все от зависти оборачивались. И тут здравый смысл вступает в конкуренцию с нашим характером, эмоциями и так далее. Многие люди переоценивают впечатления, которые они производят на окружающих. И иногда человек, который покупает некую машину, думает, о, класс, люди будут оборачиваться на улицу и говорить, какой крутой человек едет. А они оборачиваются и говорят, ой, какой же, там, не знаю, какой же у него маленький, если у него такая большая машина, хи-хи-хи. Например, или, ой, приехал, приехал, и там, подъехала, подъехала, смотри, на какой тачке, знаем, мы знаем, как она идет. И никто не думает, что она свой бизнес создала, что она преуспела в карьере и так далее. То же самое касается и вещей, и прочих предметов, которыми принято в Инстаграме похваляться. Поэтому мы переоцениваем впечатления, которые производим. Кто-то сказал, что мы вложим мудрую вещь, мы вкалываем на нелюбимой работе, чтобы заработать ненужные нам вещи, которые могли бы произвести впечатление на людей. Которым на нас все равно. Которых мы презираем. Да, да, да. Раислав, ну вот вы недавно издали книгу «Как управлять деньгами». И как там называется правильно? Как управлять деньгами? Я приготовил ее. Я когда прочитал тему, которую вы выбрали, вот в зеркальном отражении, читая. Котоцод. Котоцод называется. Котоцод. Шикарное название книги. Расскажите про книгу. Что это вообще? Достаток. Управлять деньгами, чтобы они не управляли тобой. Дело было в далеком 2015 году. В городе Екатеринбург я выступал на благотворительном форуме, который называется «Интеллект-фест». Компания ЦБО, Центр бизнес-образования, приглашает спикеров, с которыми сотрудничают, прилететь бесплатно выступить. А участники платят за билеты, и все деньги идут на реализацию проектов по развитию лидерства и бизнес-образования молодежи. Я прилетел выступить, и, естественно, воспользовался возможностью пообщаться со спикерами, часть из которых мне были абсолютно неизвестны. После форума мы сели в лобби отеля и заказали себе кто что, и завязался интереснейший разговор. Позднее, как это часто бывает в большой компании, все разбились на пары и тройки, продолжая разговор с теми, кто им наиболее интересен. Моим собеседником оказался Эдвард Дубинский. Я узнал его историю. Уроженец Киева, будучи ребенком, он с родителями переехал в США, где закончил школу, поступил в университет, и получил блестящее образование финансиста. Он владел английским, по-русски он говорил с акцентом, а писать вовсе не мог. Он писал латиницей на русском языке. Он жил в Америке, он был американский гражданин, но и он был профером на Уолл-стрит. В какой-то момент ему из России прислали интересный оффер. Ему предложили возглавить банк. И он этот оффер принял, приехал в Россию, стал заново учить русский язык, останавливать его в памяти. Он управлял банком, потом банк собственники решили продать, выгодно продали его. Но к тому времени у Эдварда уже сформировались какие-то связи с Россией, и здесь с клиентами. И он решил не возвращаться на торговлю на бирже, а заняться той областью, которая его стала интересовать. Он сказал, у русских есть одна проблема, вы не копите в течение жизни. Это весь цивилизованный мир всю жизнь откладывает деньги на старость. Русские единственные, кто этого не делает. И у нас масса примеров, когда человек в течение жизни зарабатывает очень хорошо, а в последние годы жизни прозябает буквально. Нуждается, просит там... Это у вас разве нет пенсионного фонда? Да, он есть. Натопительного. Конечно есть. Эти программы есть, но они не пользуются. Этой программой пользуются очень немногие. Мы сейчас вообще рассчитываем эти деньги как-то вытащить. Благодаря карантину. И кризису. Я придумал специально для нас, вот для людей, которые живут в бывшем советском среде, такую схему, которая позволяет, ну в зависимости от того, в каком возрасте начнете, начнете, ну в среднем 15% всего, отвлекая от дохода, сформировать такой личный пенсионный фонд, который позволит вам в определенном возрасте, который вы тоже сами себе устрадавляете, продолжать жить на таком же уровне потребления, но уже при желании не работая. Хотите продолжать работать? Делайте это просто как хобби. Но вы можете те же самые деньги получить. А если учесть, что... То есть это как, получается, высчитать, сколько мне сейчас нужно, вот как я сейчас живу, как я привыкла, да, там, ходить в рестораны? Тут есть схемы и таблицы. Берете свои данные, вот мне столько лет, у меня такой-то доход, вот такой-то прогнозируемый доход, вот столько процентов, вот потребляю столько и так далее. Разрабатываете схему, потом идет схема инвестирования, у него есть совершенно четкая стратегия, как инвестировать, во что имеет смысл, во что не имеет. Эта книга не про то, как сорвать куш на бирже, как вложить тысячу, заработать миллион, как проснуться богатым на завтра, нет. Это о том, как сформировать себе амортизацию на всю жизнь, которая позволит вам, ну, стать по-настоящему финансово независимым. Вы можете работать, можете не работать, можете перескнуть и сделать какой-то бизнес, но вы знаете, что вы ниже третьего этажа не упадете. У вас есть сложившиеся, там, портфели инвестиций, ликвидных, которые легко достать в любой момент, и вы можете книгами использовать. Мы сегодня, да, Радислав, мы сегодня на Уэльберис закажем эту книгу, да, она уже наверняка есть на Уэльберисе или где, на каких сайтах есть? Да, я думаю, она всюду есть. Везде есть, да? АЭС, крупное издательство, конечно, у них есть. Хорошо, мы покупаем книгу, но вот пока вкратце можете нам рассказать, вот как управлять деньгами, да, вот, допустим, там, заработал условно тысячу долларов, да, в конце месяца. Куда, какой процент на что тратить? Заработал в конце месяца тысячу долларов, в которую зарабатываешь всегда тысячу долларов, и будешь зарабатывать тысячу долларов, возникает вопрос, какой возраст у человека, какая у него специальность, какие у него планы, и в какому возрасту он хочет, ну, оказаться в той точке, когда он сможет жить на таком же уровне, но не работать, например. Ну, скажем, 30 лет, 30 лет человеку. Да, 30 лет. Но я сейчас вам не воспроизведу, это там калькулятор, который можно даже придумать такое приложение. В приложении вы можете забить эти данные, и в калькуляторе вы получите цифру. Но я повторю, процент, который в среднем выводится, это 15 процентов. Почему 15? 25 процентов отвлечь из вашего ежемесячного бюджета, это все-таки ощутимо. Вы их заметите. 10 процентов не ощутимо, но и роли существенные сделать. Вот 15, это такой психологии, финансово-психологический пункт. Это куда? На депозит или куда? То есть депозит, который не имеешь права там забирать деньги? Если вы решили сформировать, играть в долгу и сформировать амортизатор на третью, треть жизни, например, да, то вам и не нужно размещать там, откуда легко забрать в любой момент. Зачем? Более того, в течение года все может снижаться и падать, да, там, снижаться, снижаться или даже падать. Но если мы возьмем любые 10 лет на рынке, любые, произвольно, любой промежуток 10 лет, рынок растет. То есть ваши деньги все равно будут плюсоваться. Знаете, некоторые неопытные инвесторы, они вкладывают, а потом, ой, пошло вниз, они выхватывают и фиксируют убыток. Начинают расти, они вкладывают, но вкладывая, они уже вкладывают, они пропустили момент интенсивного роста, они вкладывают, когда там уже почти плато. Потом, и они с ними дергают туда, 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 обратно, туда, обратно. Оказывается, либо в проигрыше, либо вообще толком ничего не прирастает, только активность в них бешеная. Нужно положить и, условно говоря, забыть и только добавлять, добавлять, добавлять. Если вы мыслите перспективами 10 лет... Просто себе, я не знаю, договориться с самим собой. Все, это моя пенсия. Да. Депозиты мы не рекомендуем, по ним доходность ниже инфляции, не имеет смысла. Но по валютным вкладам, да и по валютным, и по национальной валюте, но не имеет смысла депозиты. Имеет смысл даже в валюте держать какое-то количество тэша просто. Это и то надежнее, потому что ликвидность выше. Депозит, он сейчас карантин, закрыты банки. Депозит не заберешь, нужно писать заявку заранее, такой суммы в кассе нет или что-то еще. Положил в депозитарий, баланс закрыли депозитарий. Речь идет об инвестиционных инструментах, иностранные валюты, инвестиционные инструменты, которые доступны любому человеку, он может их контролировать в любой момент. И, конечно, распределенный портфель. Не все в одно, потому что, ну, сами понимаете, насколько вы знаете, зависимы от колебаний. А недвижимость вы рассматриваете, вот как, то есть там накопил, допустим, там условно, и купил коммерческую недвижимость, которую опять на старости лет можешь сдавать в аренду. Как Эдвард не считал, недвижимость не получилась у него, как, просто в сравнении с другими инструментами, например, у меня сейчас второй год продается квартира. Ну, тут, если я выгляну из окна, я увижу ее окна. Отличная квартира, 195 метров, 4 комнаты, уникальный дизайн. Второй год ходят люди посмотреть, ну, не продается, не продается. Мы выстрелили уже за цену ниже, чем та, которую покупали. А представьте, если мне не нужны были бы срочно деньги на операцию. Ну, предположим, не дай бог, ну, не мне, а кому-то из родственников. Или мне нужно было, или мне сделали бы очень выгодное предложение, какой-нибудь бизнес, который я решил бы инвестировать, и хотел бы вынуть и сказать, 38 бизнесов уже прошли бы мимо моего носа, пока бы я продавал эту квартиру. И дело не в цене. В общем, лучше кэша ничего нет. Нет, нет, нет. Кэш – это только часть. Это только часть в этом портфеле. Акции, облигации, акции, облигации, акции, облигации. Окей. Этот вопрос мы закроем, мы просто купим вашу книгу, прочтем ее и начнем. Так эту книгу я с Эдвардом и написал. Мы с ним всю ночь проговорили, представляете? Рассвело, а мы сидим, все разрослись, а мы сидим. И потом, ой, Эдвард, у меня самолет. Я поднялся в номер, взял чемодан и сел в самолет. Там отель был прямо при аэропорте, и там же была конференция. Сел в самолет и улетел, и уснул прямо в кресле. Я был настолько вдохновлен идеями Эдварда, я понимал, насколько они нашим людям важны, нужны. И мы решили написать вместе книгу, где я брал бы на себя идеологическую часть, он финансовую. Рисав, я недавно смотрела, вы выступали на Синерджи форуме, где я узнала, что ваш папа был летчиком. И он даже был знаком с Юрием Гагариным. Он с ним учился в Оренбурге, училище. Это очень круто, вообще такая удивительная история. И потом, когда моего отца отобрали в отряд, ну, короче говоря, готовили отряд подготовки к космонавтам. И полетела там, не знаю, даже не десятая часть, а меньше. То есть набирали с запасом, очень большой был отсев, по здоровью, по психологическим причинам, еще по каким-то. Отец там занимался, и к тому времени Гагарин уже слетал в космос и был там инструктором. И они как бы познакомились заново. Слушайте, ну это удивительная история, потрясающая. Я послушала ваше выступление, и, во-первых, я удивилась, да, что ваш папа летчик. Мне понравилась история, где вы говорите, вот ваш отец и его братья жили в украинской, да, украинской? Молдавской. Молдавской, да, деревушке? Ну, трудно сказать, какой, потому что это была территория, принадлежавшая Австро-Венгрии в свое время. Потом по пакту Молотова-Риббентропа в 1939 году началась деятельность двух армий в Европе, передел Европы. И эта территория, когда отцу было 4 года, отошла сначала к Украине, потом была образована молдавская АССР в составе Украины, а потом выделили в отдельную союзную республику. Но мой папа не родился в Советском Союзе, Советского Союза на той территории не было. Это была, ну, до Первой мировой войны Австро-Венгрия, на тот момент это была Румыния, это была территория, которая переходила взад-вперед в течение некоторого времени. В общем, такая интернациональная деревушка, да? Да. И вот ваш папа... Ну, кстати, она по населению очень... Там есть русская часть, а есть часть интернациональная, где жили и немцы в том числе, и румыны, и украинцы, и кого там только не было. Там действительно был Вавилон. Это классная деревня. Как называется? Чобручи. Чобручи. Ну вот ваш папа... Я не знаю, что это значит, но на берегу Днестра очень красивое место. То есть ваш папа не родился, да, в семье, там, я не знаю, то есть он не родился в городе, там, в богатой зажиточной семье. Да он не только не родился в городе, он неизвестно, когда родился даже. Никаких церковных книг не сохранилось. Дату рождения при переписи населения, там началась перепись населения сталинская, пытались восстановить. У моей бабушки было 12 детей. Она не помнила дату рождения, даже год не точно назвала. То ли 34-й, то ли 35-й. Дату записали произвольно. Она говорит, тогда, по-моему, цвели вишни, когда Ваня родился. Вот и записали 1 июня, потому что 1 июня вроде бы вишни цвели. Зато она родила 12 детей, и то, что она не помнила, это не страшно. А тогда никто не праздновал Дни Рождения. Эти времена настали сравнительно недавно. Дни Рождения никто никогда не учитывал, никто не праздновал, никто не знал возраст детей с такой точностью. Это было ни к чему совершенно. Ни к чему не вело, никакой учет не велся, ни на что не влияло. Поэтому рожала и рожала себе с удовольствием. Да. Это совершенно бешеная карьера, между прочим, у папы. Вот я про эту карьеру как раз хочу сказать, что вот ваш папа, мне в этой истории понравилось, вот вы как бы через папу рассказали, что у него не было, в принципе, шанса стать таким человеком с большой буквы, но он вырвался, то есть он увидел небо, он увидел истребителей, он увидел, ну, то есть появилось желание в 9 лет, да, стать летчиком, все. И это желание его вело, хотя шансы были минимальны. У нас очень много людей не верят в себя, и часто, например, даже меня обвиняют, там говорят, вот тебе повезло, вот ты родилась там в семье, где все было окей, а вот я там родился в каких-то условиях, вот поэтому у меня не получается. То есть можно сказать, я тогда могу тоже приводить примеры там своих коллег-журналистов, да, которые тоже учились вместе со мной, но не каждый стал известным, да, потому что все-таки это больше в твоих руках. Вот дайте нам мотивацию, да, почему многие не верят и даже не пытаются. Первое. Сашлюхина, Сима Талева, бесконечная мною уважаемого, с которой мы и знакомы. Не коротко, но знакомы. Постстрессовый излет встречается, происходит в 9 раз чаще, чем постстрессовое падение. Это статистические данные. Родиться в неблагоприятных условиях, в нецивилизованном городе или деревне, у необразованных родителей, испытывать лишения в детстве, в 9 раз повышает шансы на успех во взрослой жизни, чем родиться в мажорской семье, купаться в роскоши, там, купленная какая-нибудь отсрочка от армии, по блату поступил в институт и прочее, прочее. В 9 раз больше шансы из грязи в князе. Статистика. Поэтому я не верю, что можно из нуля сделать миллион. Как раз-таки я называю проклятием детей успешных родителей и их условия детства. Дома прислуга, модные шмотки, новый айфон покупается просто по той причине, что он вышел. А можно водитель свозит меня в Макдональдс? Да, езжай, сынок, что там. Вадик, свози сына в Макдональдс. А куда мы поедем на каникулы? Поедем на Мальдивы. Ой, заколебали меня эти Мальдивы. Сколько можно на Мальдивы? Да мне нечего делать. Что мне там делать? Там никого нет. Мальдивы. Ну ладно, так и быть. Что, мы летим экономическим классом? Да вы что? Ну и так далее. Понимаете? В общем, это проклятие, да? Я считаю, что это проклятие. Потому что, ну, нет голода. Нет внятных желаний. Я считаю самыми прагматичными и самыми надежными целями цели материальные. Я хочу купить себе кожаную куртку, потому что это модно, и у всех есть косуха, а у меня нет. Но у меня ничего нет для этого. И мне не у кого попросить денег. Оно даст вам такое количество энергии, которое позволит вам прорваться к этому. А когда для кожаной куртки мне нужно по конюте сказать, мама, все, отстань, иди в сумм, сходи и купи себе на тебе карту и заплати. А какой это стимул для развития навыков? Представляете? А что делать? Ну, если в семье все есть, да? Ну, что делать? Если у тебя есть достаток, есть возможность, ибо... Беда, беда, сочувствую, сочувствую. С одной стороны, вроде бы у детей есть колоссальные возможности. Вот у меня старший сын хочет быть фэшн-дизайнером. Фактически он и есть фэшн-дизайнер, он уже делает, но он не является признанным фэшн-дизайнером. Это не является его работой, это его увлечение, хобби, хотя иногда он кое-что делает в этой индустрии. И сегодня в мире фэшн-дизайнеров нет, не готовят в швейном училище при фабрике «Большевичка». Хороших фэшн-дизайнеров готовят в двух точках в мире. Это университет Сент-Мартинс в Лондоне. В Лондоне, да. И в Италии, в Иллане. А вот и нет. Второе, а точнее даже первая школа фэшн-дизайна сейчас находится в Бельгии. В Антферпене. В Антферпене. В Антферпене. От Ферпен, скул, благо, благо, что-то такое. Но чтобы туда поехать, туда поступить, все, что нужно... Нет, две вещи нужны. Нужно быть талантливым. Нет, три вещи. Нужно быть талантливым, нужно хорошо закончить школу и нужно заплатить деньги. Вот первые две вещи могут быть у любого. Ну, представляете, ты талантлив, хорошо закончил школу, но у родителей нет денег, чтобы обладать тебе учебу. И ты не поступаешь. А заработать такие деньги человеку, не имеющему профессии, я не представляю где. Ну, в таком объеме, чтобы оплатить пять лет обучения. Немыслимо. Восемнадцать лет. Ни панель, ни космос таких денег не дадут. Соответственно, тупик. Ну, либо сильно отложить. Откладывая, каждый раз уменьшаешь шансы. С одной стороны, у людей с высоким достатком, точнее, у детей, родителей с высоким достатком, есть дополнительные возможности. Но, блин, у них нет мотивации. У папы банк. Папа помрет, отдаст мне банк. Да папа не помрет, отдаст тебе банк. Папа тебя сделает членом совета директоров, управляющим какого-нибудь отделения. Естественно, ты не будешь ходить на работу. А когда ты будешь приходить, все будут говорить, блин, он пришел, сейчас все испортит. Тебе будут платить зарплату просто за красивые глаза, потому что ты папин сын. Ты будешь там нюхать кокаин и веселиться с девушками ночами. Но ты будешь номинально наследник, все будут это понимать, и поэтому тебе незачем учиться. Ну, я думаю, что все-таки выход есть. Выход есть. Есть же, даже вот есть пословица там, японская, по-моему, у богатых родителей внуки будут бедствовать. То есть это вот все-таки это такая мудрость народная. Есть мировая статистика, которая говорит, что поколение, которое вырывается из бедности, зарабатывает капитал. Второе поколение, этот капитал сохраняет, третье поколение его растрачивает. Просто в дым. Оно кутит. Дети еще пытаются сохранить, потому что память родителей еще жива, они какую-то чувствуют ответственность. А вот внукам уже по барабану они начинают гулять. Но что предлагаете делать? Как вообще, где брать мотивацию? Какую мотивацию давать детям? Может быть, их ограничивать? Вы знаете, я тоже не знаю случаев, когда это сработало бы. Игорь Рябаков принял интересное решение, он лишил детей наследства. В 18 лет всех выгоняет из дома, жить в общагу, в съемную квартиру, не оплачивает им обучение в дорогих вузах, а они поступают сами на бюджетное отделение российских институтов. По барабану, то есть запрещено жить в родительском доме с 18 лет. В Германию, когда я первый раз попал, я там жил в гостях, и оказалось, что в 16 лет детей выгоняют, вне зависимости от уровня достатка, после 16 лет жить с родителями неприлично. Дети учатся, зарабатывают что-то, подрабатывают где-то и оплачивают себе кампус или квартиру, снимают вдвоем, втроем, живут такими коммунами. Возможно, это могло бы дать результат, но гарантировать его эффективность я не могу. Голода не хватает, да, получается? Нужно просто, чтобы был голод у человека. Ну, конечно, но в этом есть какое-то лукавство, потому что, когда детей ограничивают искусственно, это не создает, все равно ребенок понимает, что в случае что, у него есть амортизация в виде родителей, да? Все равно это происходит. Да и родителям каково? Ну, то есть сидеть перед ребенком черную икру, есть ложкой, а ему намазать сухарик сыром, выплавленным сырком, искать лежит. Семья наша, ну, достаток сильно выше среднего, я не равняюсь, я, конечно, с миллиардерами до этого не только далеко, а просто невозможно, но сильно выше среднего, и мы одно время летали бизнес-классом на отдых, это комфортно, удобно, особенно когда маленькие дети, а потом мы приняли решение непростое, что с семьей, мы можем парой летать как угодно, но с семьей мы летаем только экономом, потому что у детей не нужно задавать им эталоны, при которых, знаете, становится естественным, а эконом-класс это уже как трамвай, это какое-то наказание, вот так быть не должно, поэтому мы принципиально летим экономом, даже в случаях, когда мы можем позволить себе бизнес, и даже иногда мы летим с женой в бизнесе, дети летят в экономе с няней. Мне кажется, вот это, кстати, классное решение, но в бизнесе... Заработаешь... это бизнес-класс, мы занимаемся бизнесом, мы заработали на бизнес-класс, вы бизнесом не занимаетесь, не заработаете, вы летаете бизнесом, а пока радуетесь экономом, ну и так далее. То есть это вообще не предмет для дискуссии в семье, ну то есть дети априори летят в экономе, окей, такое бывает, я лечу с дочерью 9-летней в бизнесе, и она мне говорит, вот папа, я в бизнесе лечу, и нифига, это я лечу в бизнесе, я ведь, ну, так папина сердце пожалеет. Да, да. И все. Ну, вот вас, отец, как воспитал? В нынешнее время слово бизнес-класс надо будет позабыть надолго, мне кажется. Да. Как отец воспитал? Ваш отец, как вас воспитывал? Ведь вы тоже выросли у успешного папы. А вот я, знаете, заметила какую тенденцию, что у сильного мужчины, сильный мужчина, он как дуб, да, то есть рядом с ним вот такие вот сильные мальчики-то и не вырастут, не вырастают. Можно сказать, отец видел, как все офицеры, он всегда видел в старшем сыне продолжать традиции. Я не знаю, как это складывается и почему так, но офицерам не приходит даже на ум, что ребенок может заниматься чем-то, кроме службы в армии. И поэтому всех детей к этой мысли потихонечку приучают. Приучали и меня. Папа решил, что я тоже буду летчиком, истребителем, и он с детства меня с собой таскал всюду, катал. Главная была задача преодоления страха. У него был мотоцикл с коляской, который ревел, как Белас К-750, как сейчас помню. Он меня сажал в коляску, и он гонял по лесу на этом мотоцикле. Был, конечно, ужас. Я накрывался этим резентом, но постепенно привык и к этому реву, и к папинным маневрам. Он мог коляску поднять, вот так вот ехать на двух колесах. Еще там всякие развороты. То есть он таким образом, в общем, боролся с вашим страхом? Он развлекался и, да, приучал меня преодолевать страх. Он меня сажал в такие специальные качели. У нас детская площадка была не такая, как у всех, желтенькая, голубенькая, качельки-карусельки. А у нас были из центра подготовки летного состава, значит, срезанные вот эти все такие 3D-качели, когда в которые залезаешь, тебя крутят во всех направлениях. Дети у нас качались на таких штуках. Не качали, у нас солнышко делали вот так вот. Ну это же классно. То есть вас детство закаляли. У меня безупречный вестибулярный аппарат. Я сохраняю баланс в любой ситуации. Я могу ехать, не знаю, на одном колесе, на одной ноге, как угодно. У меня не кружится голова на высоте. Многие страхи отступили, преодолены давно. Но он к своей цели привел, но летчиком я не стал. Хотя опыт управления самолетом и вертолетом у меня имеется. Я надеюсь его продолжить. Но он воспитал настоящего офицера, мне кажется. Ну, настоящего офицера, который решил поступать на филологический факультет университета. Однако, знаете, вот эта метафора армейская, она все-таки свою службу сослужила. Кстати, интересный факт биографический, который мне только позже предстояло осмыслить. На момент, когда мне исполнялось 18 лет, и я подлежал призыву на действительно военную службу, на срочную службу на два года в армию, мой отец был офицером штаба округа. То есть он уже не летал тогда, потому что уже по возрасту и состоянию здоровья было невозможно. Но он был подполковником, на полковничьем звании в штабе округа. Ну, то есть это шишка в штабе округа. И для моего папы решить вопрос отмазать меня от армии, это был вопрос одного звонка или одного перекура там с таким-нибудь товарищем своим. Но отец на это не пошел. Но я от мамы знаю, что от Афгана он меня... Ну, то есть он только убедился, что в Афганистан меня не пошлют. Это было время афганской войны. Он только вот единственное, что от Афганистана убедился, что при расследовании не будет Афганистана. И я служил совершенно на общих правах, абсолютно по полной программе. Несмотря на то, что меня в армии когда узнавали, кто мой отец, они удивлялись, что ничего я отмазать не мог. То есть у таких чинов дети не служат. Срочную службу. Если они... Но зато вот этот тестостерон вас прям чувствуется. Вот это, знаете, вот то, что вот вас папа вложил, это прям чувствуется. Мне вчера эндокринолог сказал, что у меня норма тестостерона по последнему анализу крови соответствует норме на 24 года. Вот. Ну это чувствуется. Я вам как женщина говорю. Итак, включаем комментарии. У нас осталось 10 минут. У нас уже полторы тысячи людей смотрят нас сейчас в прямом эфире. И вот я так и предсказывал, что будет больше тысячи. Да. Ну вы человек опытный. У вас такой опыт. Друзья, давайте... У меня второй прямой эфир сегодня. И как только я положу трубку с вами, у меня тут же начнется конференция, на которой я первый спикер. Я знаю, я знаю. Друзья, я обязательно сохраняю все эфиры. Я этот эфир, Радислав, кстати, залью к себе на YouTube. И вам обязательно скину ссылку. О, спасибо. Да. Я перезалью к себе на канал тогда. Да. Вы гордитесь своим отцом, спрашивают? Ну да, несомненно. Ну а как же? Угу. Ну и меня больше беспокоило, чтобы он мной гордился. Потому что, понимаете, я не пошел по его пути, чем сразу создал некий конфликт. И этот конфликт отец преодолевал очень долго. Он все надеялся, что я одумаюсь, брошу университет и поеду в военное училище. Но он не дожил до того момента трагического для судьбы нашей армии. Потому что, если бы он узнал, во что превратилась наша армия, он был бы счастлив, что я в ней не служу. Когда бы он узнал, что армия воюет против гражданских, против народа, что армии воюют с соседними республиками некогда Советского Союза, я думаю, что для него... Он бы умер второй раз, узнав об этом. Если бы я узнал, что я в составе этой армии, конечно, это был бы для него абсолютно нравственный такой коллапс. И поэтому он бы одобрил мой выбор, и я очень счастлив, что я не пошел по этому пути. Какой совет дадите предпринимателям, у которых сейчас кризис из-за карантина? Какой совет предпринимателям, не зная, в чем их бизнес? Ну, во-первых, не спешите стреляться. Вот. Потому что, возможно, вы сможете пистолет потом продать и купить хлеб своим детям. Есть более экономные способы покончить с собой. Не спешите. Второе. Ну, надо понять, что ругать и искать, кто виноват, это время для первой недели. Все, кости перемыли. Нужно понять, на что вы влиять можете, на что влиять не можете. На что влиять не можете, забыли, и перестали на это тратить энергию, сосредоточились на том, на что влиять можете. изыскание новых способов доходности. Нужно понять, что вот кризис, когда кончится, то с чем он кончится. Если вы сейчас всю команду посадите на МРОД, захотят люди с вами работать после этого. Если вы заставите со стопроцентной зарплатой, МРОД, это минимальный размер оплаты труда. Если вы оставите на полный зарплат, может быть, людям некуда будет возвращаться, вы будете разъяны после этого. Нужно искать вашу модель, которая позволит вам сохранить жизнеспособность и вернуться к работе дальше. Прогнозы экономистов неутешительные. Мировой рынок после Второй мировой войны упал на 6% всего. Через 4 года он восстановился до довоенных значений. Предсказывают после пандемии падение мирового рынка на 30%. Это 5 мировых войн подряд. 30% падения. Мир не будет прежним. Не нужно иллюзий, что мы выйдем как из бункера, а там все целенькое стоит. Нет, там руины. Нам придется отставить очень многие вещи заново. Третье. Что касается России, то и Казахстана. Я не знаю, доля в российском бюджете до выхода от нефтегаза составляет 50%, у Казахстана процентов 30, очевидно, да? Не знаете? Нет, не знаю. Короче говоря, бюджет Российской Федерации сверстан из расчета 46 долларов за баррель. Сегодня нефть стоит примерно ноль. Средневзвешенная стоимость барреля нефти по результатам года уже не выходит на 46. То есть у России будет дефицит бюджета в этом году. Настолько ли большой, чтобы был дефолт, мы не знаем пока. Но и главное, что нет никаких предпосылок к тому, чтобы ситуация выправилась. Я их не вижу. Поэтому предприниматель должен исходить из реальности, как она есть. А как вы думаете, как будет профессия востребована после кризиса, спрашивают? Или бизнес может быть? Как вы думаете? Инстаблогер, конечно, это будет всегда самая востребована. Как хорошо, что я начала этим заниматься уже давно. Пишут, что хотят марафон. Марафон будет называться «Призови себя в армию». Идет подготовка технической и технологической платформы. Я думаю, мы его запустим как раз на майские. По вам, первая декада мая, майские праздники, это логично. Мы запустим такой марафон. Но это марафон или курс, как его назвать, не знаю, курс молодого бойца. Очень интересная программа. В обеспеченной семье при правильном воспитании рождаются гении, как цветок рождаются. Соглашусь. Ребенок может получить хорошее образование, хорошее развлечение, качественное питание, расширяющие кругозор путешествия, дорогую качественную еду, дорогую качественную няню. Он видит благополучных родителей, которые не дерутся, не страдают, ой, кончились деньги, у него есть игрушки, он привыкает жить в изобилии, и это становится нормой его жизни. Он к этому привыкает и видит в этом смысл. Но вы правы совершенно, правильное воспитание необходимо, чтобы человек мог жить и в условиях армии, и в условиях процветания. Чтобы он был уникальным. Мне кажется, абсолютно правы университета Великобритании, в которой, если вы приедете и придете в студенческий кампус, вы увидите абсолютно солдатскую казарму. Студенты сами себе стирают, сами за собой убирают, поддерживают порядок, и они не могут запустить, как иногда в наших общагах бывает, там караул, как бомжатник. За этим следят специальные люди, но они должны обслуживать. И там такая бедность, прямо такой аскетизм, что меня потрясло. Ведь в британских университетах учатся только дети из семей, которые способны оплачивать там обучение. И вот эти пять лет они живут, ну, там пусть и первый год-два, потом съемные квартиры, но они привыкают к тому, что изобилие не является гарантированным контекстом жизни. Это заработанный. И они как бы реста. Вот ты жил у родителей в гнездышке, теперь ты встал на крыло, ты вьешь свое гнездо. Заработаешь, на дизайнерские хоромы будут дизайнеры, не заработаешь, будешь жить в казарме всю жизнь. Там комнатушечки прям совсем маленькие. В общем, Радислав, у нас 4 минуты, я знаю, что у вас сейчас начинается вебинар, спасибо вам большое. Я очень рада. Конференция, онлайн-конференция, видите, все в онлайне, все в онлайне. Спасибо вам большое, мы ждем вас в Нурсултане, как только закончится. Спасибо вам, Динара, я с радостью. И можно будет, опубликуйте у себя в Инстаграм, когда у вас будет вебинар, вы сказали, 30-го, да? У меня в шапке профиля стоит ссылка, вы можете зайти, 30-го апреля будет вебинар. И на марафон. лидерские стратегии в турбулентное время. Марафон пока не могу дать вам ссылку, но если вы подпишетесь на Инстаграм, там 100% я вас проинформирую. Спасибо. Вы-то подписаны, я знаю, мы оба друг на друга подписаны. Благодарю вас и ждем вас в Нурсултане. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас в Нурсултане. Счастливо.